Планы, ну большие планы. Сейчас их много. В первую очередь у меня много учеников. У нас команда «Новый поток», у нас команда «Детская Шторм». Будем развивать как и «Школу Шторм», так и команду «Новый поток». Но что касается моей личной карьеры, то сейчас после этого выступления, думаю, оно само собой показало, что мне нужно быть в спорте, нужно двигаться дальше и еще к более высоким вершинам. Испытал счастье. Это, наверное, самое важное для меня победа за всю мою историю, за всю мою карьеру. Почему? Потому что, представьте, как я переживал, как я нервничал, потому что все-таки этот бой, свой первый бой против этого бойца Брэнна Хелси я проиграл за 35 секунд. И, естественно, на подсознании я бы хотел выиграть до боя быстрее, чем за 35 секунд. Но я прекрасно понимал, что это сделать почти невозможно. Ну, видите, как получилось. Значит, невозможное стало возможным. Я выиграл за 25 секунд. И представьте, что я мог испытывать. Конечно же, счастье, которое меня переполняло еще длительное время. После этого я, наверное, да я до сих пор еще не могу нормально спать, потому что нахожусь под впечатлениями. Ну, конечно же, немного я переживал. Я понимаю прекрасно, я сам дал ему повод так говорить. Представьте, он меня выиграл за 35 секунд, при этом я не успел в том бою ничего показать. Я ни разу по нему не попал. Я никак его не... даже не задел элементарно. Конечно же, он был уверен в своей победе. Конечно же, был он уверен. Он был в меня здоровее, сильнее. И он был уверен, что... так же он борец. Думал, что сейчас без проблем поймает мою ногу. В этом была его ошибка. Вот так. А так, его фразы, конечно же, они просто... Ну, представьте, какое это волнение. Это экономический форум. Я представляю наш регион второй год подряд уже на экономическом форуме. Губернатор Омской области Виктор Иванович присутствует. Все смотрят. Очень много народу переживал, когда первый раз проиграл. Сейчас они ждали от меня победы. Плюс Коузи говорит, что приедет и легко меня выиграет, меня побьет. Вот у меня на родине. Представьте, какое давление. Естественно, они меня немного заставляли понервничать эти слова. Мне больше всего нравятся пельмени домашней лепки. Ну, вот так они мне нравятся. Здесь я их люблю есть. Ну, наверное, самая моя любимая. А потом тут очень много различных будет шашлыки. Мне нравится делать там. Особенно летом, да, потому что у нас позволяет погода, чтобы на природе это сделать. На даче, к примеру. И, да, говорю, различные. Там плов нравится. Тут много. А какой-то есть универсальный рецепт шашлыка? От Александра Штеменко на лето, на мча. Ну, универсальный. Да, особо нет универсального. Просто используют побольше лука и помидоры при маринаде. А уксус кипер? Нет, уксус, конечно же, не нужно использовать. Насколько я знаю, уксус используется, когда уже мясо не совсем хорошего качества. А так, просто хороший маринад. Это залог успеха для шашлыка. Академия